Всем добрый день, вы смотрите полный курс по недвижимости и в сегодняшнем уроке мы начинаем разбирать конкретные стратегии инвестирования и мы сегодня поговорим про так называемое мини-инвестирование и будем мы говорить про такие замечательные объекты недвижимости, как гаражи. Итак, гаражи чем хороши для нас? Тем, что можно купить хороший объект за небольшие деньги. За сумму от 300 до 800 тысяч рублей можно купить себе объект недвижимости, который будет приносить 20-25, иногда и 30% годовых. Таких предложений много, на самом деле, если их поискать, практически все они находятся в собственности, что важно. И, соответственно, их можно рассматривать, достаточно просто по ним составить экономику, потому что помимо предложений о продаже есть еще много предложений об аренде гаражей, вы сразу сможете понять, сколько стоит тот или иной гараж, если его сдавать в аренду. Соответственно, при покупке гаражей нужно всегда смотреть, что у нас с документами, но об этом я расскажу чуть позже. Расскажу про личный кейс. Вот такой вот 22-метровый гараж. Гараж располагается во дворе живых домов. Это не ГСК, не гаражно-строительный кооператив. Как мы видим, здесь есть удобство. Сюда подведена центральная вода, здесь есть автоматизация, здесь есть центральное отопление, здесь есть 15 киловатт электричества. То есть, такой гараж вы можете сдавать под мини-производство, что в данном случае мной было сделано. Гараж был сдан под производство печатных плат. Арендатор просидел там больше трех лет, после чего объект был продан. Экономика инвестиций в покупку 600 тысяч, доход от аренды числе 15 тысяч. Коммунонку платил арендатор отдельно. 30% годовых доходность и продажа за миллион 350, соответственно, еще порядка 100%. Ну, это тоже где-то дополнительно еще 30% в год, потому что владел я им на протяжении трех лет. То есть, в принципе, для старта, когда у вас не много денег, когда вы не хотите лезть в кредиты, ни в ипотеку, никуда, вот такие объекты можно рассматривать. Поговорим о том, на что обращать внимание при таких инвестициях, при выборе таких объектов. Значит, первое и самое главное, гараж должен быть в собственности. Никаких членских книжек, расписок, уступок и прочей этой фигни. То есть, если есть собственность, мы продолжаем рассматривать. Если это членская книжка, то лучше связываться не стоит. Земля под гаражом лучше, если в арене, либо в собственности. Вот. Если аренды нет, надо уже рассматривать каждый конкретный случай, потому что, ну, в Москве за этим следят очень строго, в регионах менее строго. Должна быть хорошая доступность этого объекта. То есть, идеальный вариант это вообще не ГСК, не гаражно-строительный кооператив. Идеальный вариант это объект где-нибудь в дворе домов. То есть, он должен находиться не на ошибке, не в жесткой промзоне, потому что объекты, которые рядом с дорогами, рядом с какими-то там автобусными остановками, они сдаются лучше, чем объект, который находится на ошибке в каком-то далеком ГСК, куда надо добираться на трех пересадках и так далее и тому подобное. Идеально, если есть хорошая коммуникация. Если есть много электричества, хотя бы от 5 киловатт. Если есть вода, если есть отопление, то есть, чем больше коммуникации есть в гараже, тем лучше. Это все увеличивает стоимость аренды. Опять же, идеально, если он хорошо утеплен, если сделан хотя бы какой-то базовый ремонт. То есть, покупать руины всегда дорого, потому что потом приходится вкладываться в ремонт. То есть, объект должен нормально выглядеть, у него не должна протекать крыша, осыпаться стены, то есть, все должно быть цивильно, культурно и более-менее отремонтировано. Плюсом является, если есть какие-то дополнительные площади. Допустим, у многих гаражей есть метровые ямы, у кого-то даже там есть подвалы, бывают гаражи, где достроен там еще один этаж, то есть, все дополнительные площади идут в плюс, ну, при условии, что они более-менее законно сделаны. И важно обращать внимание, если это гаражно-строительный кооператив, это размер членских взносов, вообще, что это за кооператив, насколько вменяем его председатель и насколько вообще этот кооператив будет существовать в какой-то долгосрочной перспективе, не подпадает в полосу отвода железных дорог, не подпадает строительство каких-нибудь крупных магистралей и так далее и тому подобное. В принципе, все это можно выяснить достаточно просто. Это вот моменты, на которые обязательно надо обращать внимание при выборе. Для того, чтобы было проще выбирать объекты, я составил небольшой чек-лист, к которому можно произвести поиск объекта, соответственно, задать нужные вопросы при звонке продавцу гаража и сориентироваться при просмотре объекта на месте. Чек-лист доступен под видео, а сейчас я кратко по нему пробегусь. Ищем объект, мы тупо на Циане, на Авито, можно использовать из рук в руки, Юлу, в общем, все эти общеизвестные сайты, которые есть. Вы берете экселевский файлик, копируете туда ссылки, пишете цены, метраж, примечания, телефон продавца, потому что объявления часто меняются, а телефоны у вас будут. В примечании можете написать какие-то свои мысли. Затем вы идете на те же сайты, смотрите примерную цену аренды по вот этим вот локациям, почем эти гаражи сдаются в аренду. Допустим, вы нашли гараж за 300 тысяч, посмотрели, что в аренду гаражи сдаются по 3 тысячи в месяц. Прикинули быстро математику, 3 тысячи на 12, 36, 36 на 300 это где-то там процентов 12 в год. Если вас все устроило, то хорошо, но лучше, если доходность будет от 15% годовых. Выбираем самые интересные объекты и звоним, задаем вопросы, договариваясь о встрече. При звонке самый главный вопрос, есть ли собственность, чтобы это была не членская книжка, не какие-то там расписки, все это нам не надо. Есть ли договор аренды на землю, сколько киловатт электричества выделено на объект. Если там мало киловатт, 1 киловатт, 2 киловатт, то, соответственно, есть ли возможность подвести долг мощность. Можно пойти дальше, если объект очень сильно понравился, можно сразу при звонке задавать вопрос, какая вообще возможна скидка, насколько торгуетесь, нет торгуетесь. Скидки надо выбивать всегда. То есть практика показывает, что даже при звонке можно там 10-15% цены скинуть. Есть ли долги по коммуналке, обязательно надо выяснить, если это ГСК, это можно все выяснить у председателя. И какой размер коммунальных платежей. Тоже очень важно, потому что если коммуналка очень высокая, то экономика вся будет тратиться на оплату коммуналки. И в целом, чтобы экономить свое время, можно сразу попросить продавца выслать документы на почту. Что это за документы? Это ЕГРН, это выписка о правах собственности. Какие-нибудь платежки по коммуналке, документы на электричество, если это ГСК, там документы о выплате пая, может быть какой-то устав ГСК, какие-то их там внутренние документы. В общем, все, что у человека есть, это полезно вам получить по электрону, чтобы спокойно это все дело посмотреть. Если есть какие-то документы на землю, там собственность или аренда, тоже документы на землю. Затем уже ознакомившись с документами, поняв, что все окей, можно ехать на место и смотреть объект. То есть вы приезжаете, вы оцениваете общее состояние гаража, не течет ли крыша, полезно там повключать свет, потому что часто продавец говорит, что свет есть, а света может не быть. Уточняете, почем вообще тут сдается в аренду, все, если это ГСК, обязательно идете к председателю или там кто есть его там зам, представляетесь, говорит, что хотите приобрести вот этот вот гараж, уточняете, нет ли долгов по коммуналке, размеры членских взносов, какие-то иные платежи, в общем, все-все-все по максимуму выясняете. У него председатель вам может рассказать то, что продавец в принципе никогда не расскажет. Вот этим вот чек-листом можно нужно пользоваться при поиске объекта. Какие выводы? Инвестировать в гаражи можно. Это реально, это быстрый путь сделать первые шаги в недвижимости. Такие объекты дают высокую доходность. Они в принципе идеальны в качестве первого шага, потому что стоят дешево и дают и 15, и 20, и можно найти объект с доходностью 25-30% в год, что само по себе очень неплохо. То есть даже с небольшой суммой можно войти в недвижимость, получать пассивный доход, ну в зависимости от региона, там и 10, и 15, и 20 тысяч каждый месяц при, собственно говоря, минимальных вложениях. Какое будет домашнее задание? Мы ищем на Циане Авито 3, 4, 5 объектов, считаем экономику от сдачи в аренду, договариваемся о просмотре, едем, щупаем, нюхаем, знакомимся с продавцами, общаемся, выбиваем скидки и, соответственно, формируем какие-то выводы относительно того, подходит вам эта стратегия, не подходит вам эта стратегия, какая там реальная доходность получается, и размещаете комментарии под видео. И все вопросы, которые у вас есть, тоже там размещаете. Я на все вопросы с удовольствием отвечу, если будут какие-то затруднения, опять же, помогу своим опытом разобраться в выборе вот таких вот объектов для инвестирования. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите наш YouTube-канал. С вами был Иван Себастьянов. Это полный курс о недвижимости и до встречи в наших следующих уроках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok